В феврале прошлого года в Первом лицее торжественно открылся клуб «Юные дипломаты». Участники этого клуба узнают много нового, расширяют свой кругозор, улучшают знания языков, приобретают навыки работы в команде. Славянские ребята в составе российской делегации совершили поездку в Узбекистан. О подробностях этого события мы расскажем в нашем репортаже. Девиз действующего в Первом лицее Славянского клуба «Юные дипломаты» – согласие рождает победу. А для того, чтобы добиться согласия в отношениях между странами и народами, нужно много и напряженно работать. Это хорошо понимают в клубе. Члены клуба летом побывали на международном слете юных дипломатов «Россия, Африка, Восток» в Тверской области. Участникам слета зачитали письмо министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который сказал, что будущее страны в скором времени окажется в их руках. Конечно, славянские ребята познакомились и общались там с юными дипломатами, затем переписывались с ребятами из России и Узбекистана. И в начале января славянская группа из четырех человек была приглашена в Узбекистан. В поездке участвовали представители Кабардино-Балкарии, Ставрополя-Воронежа, Петропавловска-Камчатского, Москвы и Могилева, Белоруссия. Встретили нашу делегацию в Ташкентском аэропорту очень тепло. И это дружелюбное отношение чувствовалось все время. И, конечно, оно помогало общению. Дружеские отношения между всеми клубами. Поэтому абсолютно все нашли общение. Мы также с ребятами из Узбекистана отлично провели просто время в Ташкенте. И в Хиве там несколько человек поехало. И мы отлично там провели время, общались в основном о будущем, о том, как, собственно, мы собираемся дальше действовать, как будут выстраиваться отношения. Славянцы не только увидели удивительный мир одной из самых ярких стран, но и получили прекрасный опыт международного сотрудничества и дипломатических коммуникаций, и, конечно же, положительные эмоции от живого общения. Мы изучали вечерний Ташкент, познакомились с ним. Также потом мы отправились в Хиву. Посетили огромное количество потрясающих экскурсий. Мне очень запомнился дворец Нарулабая с потрясающим исключительным стилем, с невероятными парадными залами. Но могу сказать, что в поездке мы очень сильно все сблизились. Многие уже были знакомы, многие уже хорошо общались и дружили. Появились ребята, которые не были в предыдущей поездке, с которыми мы тоже хорошо заобщались. И это очень здорово, что у ребят есть такая возможность, что вы можете общаться на интересные для вас темы, что вы друг друга понимаете, вы хотите иметь схожее будущее, вы хотите работать на благо страны, быть дипломатами. Для юных дипломатов были организованы экскурсии по историческим, культурным и патриотическим достопримечательностям Ташкента и Хивы. Они возложили цветы к мемориалу о достойкости. Неизгладимое впечатление оставили музейные достопримечательности. Мы были в Хиве, в древнем городе Ичан-Кала. И там очень красивые стены старого города, дороги, тропинки, люди. Даже люди, которые, они очень добрые, очень открытые к нам, очень одеваются в местную, в народную одежду. Было очень красиво, мне очень понравилось. То есть, когда мы собирались поехать, мы пытались запоминать некоторые фразы на узбекском, слова, чтобы, если что, как-то произвести впечатление. И нам это удалось. В делегации славянская группа была самая многочисленная. И каждый ее участник старался внести свой вклад в общение, больше узнать, проявить себя с лучшей стороны. Волнение было, так как нас ждало многочисленное количество перелетов, переездов. Мы, конечно, очень надеялись, что все пройдет гладко. И так и случилось. Мы общались с жителями Узбекистана, потому что узбеки – это народ гостеприимный и всегда готовы поддержать разговор. Мы нашли общий язык и хотелось каждому побывать в Ташкенте и в Хиве еще раз, так как это очень красивые города. Кульминацией поездки стала теплая встреча с ребятами из Ташкентского клуба и совместное проведение праздничного концерта. Славянские лицеисты исполнили перед собравшимися народный кубанский танец. Любовь мою с вами выстоит, лишь бы было там от того. Славянские поля, наша русская земля. Дни, наполненные незабываемыми поездками, встречами и экскурсиями, пролетели как одно мгновение, но они навсегда останутся в памяти. Ребята надеются на то, что еще обязательно встретятся. Мы надеемся на новую встречу, на новую какую-нибудь поездку, экспедицию. И я надеюсь, что в следующем году некоторых ребят я буду уже видеть не просто как в качестве членов клуба «Дипломата будущего», а именно как студентов различных университетов, престижных университетов. И сама собираюсь поступать в международные отношения в московский вуз, поэтому надеюсь, что именно там я уже многих встречу. Участники клуба делают только первые шаги на своем жизненном пути, и это уже приносит добрые плоды. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин. Программа «События». Продолжение следует...